Ходит советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Когда будет получено и будет ли получено разрешение на использование атакам с и других дальнобойных орудий? Какая сейчас стадия? В каком процессе? Максимально интенсивные переговоры на разных площадках, они в публичном пространстве, дискутируется тема. И, соответственно, Украина активно в этом принимает участие. И соответствующие министры, профильные министры, в данном случае министры иностранных дел Соединённых Штатов и Британии будут сегодня с визитом в Киеве. Ну и, соответственно, опять же будет это обсуждаться. И кроме того, не забываем, что на уровне премьера Британии и президента Соединённых Штатов идёт дискуссия. Это хорошая дискуссия, на мой взгляд. То есть мы вот-вот, насколько я понимаю, на финишной прямой решение должно быть, потому что оно вытекает из объективных и реалий, собственно, войны как таковой, и из международного права как такового. Ну то есть, грубо говоря, кстати, неплохое заявление представителей Нидерландов есть о том, что если у нас всё-таки есть международное право, которое регламентирует возможности ведения оборонной войны, то почему мы лишаем Украину абсолютно законного права этим инструментом пользоваться? Я думаю, что решение будет принято. Важно понять, что это, конечно же, будет влиять на то, что происходит по линии фронта. А что сейчас? Какая главная сложность? Почему так долго решается этот вопрос? То есть где вот тот узел, который всё ещё пока не удаётся распутать? Вот именно законодательный, юридический? Нет, нет, это всё упирается в психоэмоциональное состояние людей, их волю, в их желание принимать решения. Смотрите, мы живём в XXI веке, и, естественно, этот век не предполагал, ну, по крайней мере, не предполагал обсуждение таких брутальных вещей, как, например, контр-война, правила проведения, то есть объёмная поставка военной техники, массовые встречные действия, ну, я имею в виду оборонительного характера. Этот век предполагал совершенно другое, и, соответственно, политические элиты были заточены на решение других проблем, там, прогрессия, научно-техническая прогрессия, биотехнологическая прогрессия и так далее. Поэтому не хватает вот этого ощущения. То есть мы всё время с вами слышим одни и те же контртезисы, эскалация, нежелание Третьей мировой войны. Для меня загадка, а как вы собираетесь тогда существовать, если агрессор всё время, любой, я сейчас, потому что Российская Федерация максимально демонстративно показывает те вызовы, с которыми мы столкнёмся, если она не будет и сейчас наказана в полном объёме. А наказание России — это как раз-таки возможность России осознать, что такое война на своей территории в полном объёме. Так вот, возвращаясь, а как вы собираетесь тогда жить в каких-то правилах, если агрессор будет поощряться на совершение актов агрессии? То есть если международное право не будет вообще никак работать. То есть вы придумали декларации, придумали конвенции, придумали международное право, правила ведения войны, и в то же время страна, которая законопослушная и применяет это везде, вы ей ограничиваете возможности. И в то же время агрессор, который сказал, нас это не интересует, нас юридические рамки не интересуют, он будет получать те или иные дивиденды. То есть, соответственно, вот на самом деле, на мой взгляд, эскалация сегодня, это скорее термин такой психиатрический или психоэмоциональный термин, от которого нужно избавляться. Операция в Курской области, использование дронов, ракет, и, к сожалению, не в том количестве, как нам бы хотелось, Украина производит, по территории России показывает, что только единственный путь есть у нас для того, чтобы достигнуть мира, ну, концептуального мира, да, справедливого мира, это перенос войны на территорию России в полном объёме. То есть Россия должна это вкусить. Мы видим, что это вполне возможно, вполне достижимо, и все эти мифические красные линии были построены исключительно российской пропагандой. И сейчас она, кстати, продолжает это делать. Мы видим заявления соответствующих персонажей, таких как Песков, там Володин, имеется в виду спикер Госдумы, Государственной Думы Российской Федерации. Они начинают опять угрожать, что мы будем вынуждены применять более мощное оружие. Россия применяет всё оружие, которое у неё на сегодняшний день есть, и даже более того, она берёт это оружие у Ирана и Всеверной Кореи. Здесь интересно, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, он высказался очень витиеват. Он сказал, что мы оставляем за собой право ответить, мы что-то обязательно сделаем. Но в самом конце его сообщения сказали, так мы уже отвечаем, потому что то, что в России называют СВО, и есть ответ как раз на эти действия. То есть в этом таком риторическом приёме, как мне кажется, заложена такая история, что можно сказать, что мы всё уже делаем. То есть если его спросят, а чем же вы отвечаете, так мы уже отвечаем. Вот я просто как журналист на это обратил внимание, это очень такой хитрый приём. То есть сказать, что мы ответим, а потом объяснить, что мы уже на самом деле отвечаем. Отлично, что вы это заметили. Только есть один важный нюанс, я всегда хотел, чтобы мы на нём останавливали внимание. Россия является безусловным агрессором. То есть она инициировала неспровоцированную войну. Юридически так оно и зафиксировано. То есть акт агрессии совершён. Соответственно, это и есть фундаментальное преступление против международного права как такового. И последующие преступления являются сопутствующими. То есть Российская Федерация не имела войны, никто не провоцировал её на совершение тех или иных военных действий. И, соответственно, единственная цель, которую Россия перед собой ставит, это захват, максимальный захват территории и уничтожение максимального количества гражданского населения. Ну и в том числе уничтожение государственности или превращение этой страны в серую зону. Ну имеется в виду Украины, той территории, на которой идут боевые действия, превращение в серую зону. Это очевидно. И поэтому, конечно же, и тут я перехожу к тому, что говорит этот субъект, он говорит абсолютно очевидные вещи. Мы, безусловно, напряглись, мы тратим на эту войну все имеющиеся у нас военные, и милитарные ресурсы. Мы вынуждены стоять на коленях перед целым рядом стран, брать у них ресурсы. Мы вынуждены тратить и перестраивать всю свою экономику, и мы несем гигантские потери в живой силе и технике. То есть вот практически он это и говорит. Поэтому мы все, что можем, уже делаем. Единственное, что они оставляют у себя там в рукаве, и периодически к этому возвращаемся, но это, опять же, не проблема уже Украины, это проблема глобального сообщества. Это периодические угрозы применением неконвенционального оружия, но имеется в виду оружие массового поражения. И вот здесь мне бы хотелось, чтобы такие страны, которые рассчитывают сегодня быть лидерами, то есть формировать, так называемый, второй полюс, это прежде всего тоже ядерные страны Индия и Китай, чтобы они внятно объяснили глубоко зависящих от них России, потому что без, скажем так, торговли с этими странами Россия существовать физически уже не сможет, потому что весь основной товарооборот идет через эти страны, объяснить, что они крайне не заинтересованы в том, чтобы мир перестал существовать. На ваш взгляд, насколько велик риск того, что Путин пойдет на ядерное обострение? То есть или это все-таки понятно, что это последний козырь, который у него остается, который он еще использует в качестве риторического приема? Но, тем не менее, есть ли такой риск, и как в Украине как раз оценивают этот риск? Это риторика, прежде всего. Это классическая российская риторика, на которой была во многом построена их эффективная до определенного времени пропаганда с точки зрения применения. Ну, смотрите, ответ же неизбежен. Ну, в любом случае, иначе мира не существует. Мы же с вами понимаем, применение в превентивных целях, то есть в атакующих целях ядерного оружия будет означать полный слом глобальной системы ядерного сдерживания. Ну и, в принципе, концепция существования сегодня оружия неконвенциального типа. И, соответственно, ответ неизбежен. Ну, если люди хотят всё-таки не сгореть действительно в ядерном безумии, так вот, учитывая психотипы людей, которые и окружают Путина, и самого Путина, они достаточно трусливые, они достаточно любят жизнь, как таковую вот эту царскую жизнь, с чёрной икрой, с блинами и со всем остальным, даже в бункере. Тем не менее, они чрезвычайно влюблены вот в этот образ жизни, и, конечно же, они не пойдут на самоуничтожение, потому что, по сути, использование ядерного оружия это самоубийство. Несомненно, для этого персонажа это точно самоубийство. Вот, кстати, вы упомянули про гламурный образ жизни. Тут очень громко прозвучала свадьба так называемого православного олигарха Малафеева и уполномоченной по правам ребёнка Ольги Львова и Беловой. Я напомню, что в отношении неё Международный уголовный суд выдал ордер в связи с похищением украинских детей, и многие обратили внимание на то, с каким размахом эта вечеринка прошла, и ещё на один момент, что там присутствовали артисты, которые были замечены на так называемой голой вечеринке, которых осуждал тот самый православный олигарх Малафеев. Это история политологическая, вот как вы думаете, то есть, обращая внимание на такие вещи и на поведение людей, близких к Владимиру Путину и вроде как декларирующих вот эти скрепные ценности. Это история исключительно о классическом русском лицемерии. Вот всё, что они говорят, всегда не соответствует тому, как они живут, как они думают, что они делают и так далее. Вот Россия — это совершенно фейковая страна с точки зрения презентации и того, что есть внутреннее. Вот посмотрите, у них сейчас в школах выступают так называемые представители СВО, ну то есть герои СВО, да? То есть, как правило, они настолько лицемерно это делают. Вот человек, который сидел там, получил 20-летний срок за убийство семьи, допустим, он идёт на убийство дальше граждан Украины, ну то есть в другую страну, приезжает оттуда и в школе выступает, рассказывая о необходимости беречь семейные ценности. Вот это и есть квинтэссенция, я об этом неоднократно уже говорил, и русского мира. Всегда лицемерие и всегда враньё. Безусловно, вы говорите сейчас о свадьбе Малафеева, безусловно, это глубинное, внутреннее, содержательное враньё, которое присуще российской идеологии, российской культуре, как таковой, и главное, русскому миру в целом. То есть вот это вот квинтэссенция всего. И поэтому здесь нету ничего другого, кроме того, что надо перестать на Россию смотреть, как на страну, которая придерживается каких-то моральных императивов, что эта страна придерживается каких-то юридических или неформальных понятийных договорённостей, что это страна, которая искренне соответствует тому, потому что она сама о себе рассказывает, что это страна, которая имеет действительно подлинную, глубинную, ценностную историю и так далее. Нужно понять, что это максимально лицемерная страна, которая всегда будет заинтересована в эскалации на внутреннем рынке, ну то есть те, кто будут там внутри задавать сложные вопросы, она их будет просто пожирать, как это принято в системе главного управления лагерей, в системе ГУЛАГа, или она будет вынуждена постоянно вести те или иные экспансионистские войны, то есть атаковать те или иные страны, почему? Потому что единственный способ поддерживать вот этот режим царствования, вот этот боярственное, вот это опричненное, это только наличие внешних, мистических внешних и внутренних врагов, которых нужно всё время убивать и сокращать те или иные права человека как таковые. На ваш взгляд, всё-таки вот обнародование таких фактов, да они и сами не скрывают, в общем, они эти все видео публиковали, гости этой свадьбы публиковали в социальных сетях, в том числе, кстати, в запрещенных в России, там и в Фейсбуке появлялось и так далее. Вообще, скажем так, усиливать эффект от этих видео, то есть рассказывать об этом, обсуждать это, это может иметь такой эффект, который повлияет в том числе на тех российских военнослужащих, которые сейчас на оккупированных территориях Украины и которые, в общем, нам приходится слышать и такую точку зрения, уже не понимают, а за что они воюют. Да, кто-то за деньги, но кто-то не понимает, а почему за дворцы, за свадьбу Малафеева и так далее и тому подобное. Насколько это важная работа, как вы считаете, вот нужно ли пытаться объяснить тем уже военнослужащим, которые пришли на территорию Украины с оружием в руках, и это уже преступное действие, но тем не менее, рассказывайте им, ребята, посмотрите, за кого вы воюете. Вот как вы думаете? Это такой сложный этический вопрос, мне кажется. Парадоксальный ответ, да. Это скорее может масштабирование вот этой информации о том, как ведет себя путинская элита, то есть то или иное окружение, ближнее, дальнее, неважно, оно скорее может иметь более существенное влияние и оказывать влияние на западные элиты, для того, чтобы, по крайней мере, на венецианском кинофестивале не появлялись ленты Трофимовой, русские на войне, которые так или иначе, опять же, оправдывают геноцидные методы ведения войны. Вот здесь, наверное, то есть чтобы не было вот такого ожидания, что есть какая-то там мифическая русская диссидентская оппозиция, которая имеет какое-то влияние на российское общественное мнение. Я приведу другой пример. Вот смотрите, сколько расследований в свое время делал ФБК, ну, фонд Навального, в связи с объемной, просто невероятной коррупцией на разных уровнях, начиная от самого Путина, там, есть такой еще персонаж Медведев, да, вот абсолютно, там, дворцы, шубохранилища, все это, и это не имеет никакого значения для сформированного сегодня типа русской жизни в России. Понимаете? То есть она базируется на следующих вещах. Смотрите, они крабят, да, у них высокий там уровень мародерства, у топ-чиновников, но нам тоже позволяют грабить, если мы придерживаемся их идеологии. И, соответственно, они пришли в войну, теперь я перехожу к тем, скажем, я не называю их военнослужащими, я называю их, конечно же, мародерами с оружием в руках, которые пришли на территорию другой страны. Им ведь сказали следующее, вы там можете делать всё, что считаете нужным. То есть вы там можете резко нарастить свои материальные достатки. То есть вы можете грабить этих людей. Мы вам даём на это лицензию. И, соответственно, вот эти субъекты, которые пришли мародерить, насиловать, более того, я напомню, в начале войны было принято решение на уровне, опять же, той же Госгосударственной Думы о том, что все субъекты, которые будут принимать участие в массовых насилиях, убийствах гражданского населения и ограбления гражданского населения Украины, будут избавлены от юридической ответственности на территории России. Соответственно, им безразлично, что там какой-то Малафеев или какая-то там, условно говоря, Львова-Белова купается в шампанском или купается в игре. То есть им это безразлично, потому что они совершенно иначе смотрят на то. Вы просто хотите рационализировать это всё, то есть перенести в какой-то степени своё понимание жизни, свои ценности на ту аудиторию, которая абсолютно параллельно с нами существует. То есть для них не существует вот этих, ещё раз, моральных императивов, в рамках которых вы живёте. То есть они абсолютно нормальные. Эти грабят больше, мы будем грабить меньше. Они будут там, условно говоря, праздновать так, мы будем условно разграбим какое-то село в Украине и после этого тоже там будем устраивать какие-то вечеринки и так далее, вечеринки на костях, вот как в Мариуполе. Поэтому, на мой взгляд, это не будет иметь никакого влияния. Смотрите, на Российскую Федерацию будет иметь влияние только поражение войны, если мы хотим, чтобы всё-таки у нас были с вами гарантии какого-то будущего. Почему? Вот Россия проигрывает войне, как и любая такая тоталитарная страна, вернее авторитарная, в данном случае авторитарная страна с элементами тоталитаризма. Она в любом случае, если не проигрывает войну, она наоборот только костенеет в своём желании издеваться над вами, убивать вас, захватывать, грабить и так далее. И для них поведение элиты абсолютно нормально. Они её воспринимают вот так. Да, вы так, мы так ведём себя. Единственное, чего они боятся, это проиграть, потому что это приведёт к внутреннему, я имею в виду элита боится, к внутреннему серьёзному дискурсу, к внутреннему переделу, потому что все вот эти озлобленные, нереализованные люди, вот тогда они зададут вопрос, так вы там так праздновали, оказывается, то есть мы в это время нас убивали, а вы в это время праздновали. Вот тогда они зададут вопросы. Поэтому тут как подобное расследование или там не расследование, а масштабировать подобную информацию нужно, безусловно, она будет иметь ещё раз косвенное влияние на западные элиты, они будут более аккуратно относиться к любым концепциям русского мира как такового, даже к диссидентским концепциям русского мира. А вот для влияния на собственно общественные настроения в самой России, тем более общественные настроения, которые царят в российских оккупационных войсках, это точные эффекта иметь не будет. Какие настроения сейчас в российских оккупационных войсках, потому что та информация, которая доходит, в том числе через Владимира Осечкина, показывает, что там пытки над своими, там раздрать, там в общем не соблюдается права человека даже на уровне конкретных подразделений. То есть, что видите вы, как в Украине, вот если, скажем так, не эмоционально, рационально посмотреть, вот что происходит на фронтах и что происходит в стане вашего врага сейчас, насколько они собраны, организованы, эффективны или неэффективны. Рационально подойдем к оценке, длинная война всегда приводит к моральному разложению максимальному, а стагнация, то есть, когда нет движения, то есть, эффективных там продвижений вперед, то есть, когда нет возможности постоянно загружать людей определенной работой, а кроме того, резко возрос индекс уничтожения, индекс убийства вот этих всех субъектов, которые пришли в чужую страну, то, конечно же, это приводит к реализации агрессии во внутреннем пространстве, да, и, соответственно, мы видим абсолютно большое, гигантское количество криминальных действий внутри российских вооруженных сил. Другой вопрос просто, что их там много, да, то есть, в любом случае, они находятся иногда в измененном психическом состоянии и идут вот в эти атаки, да, в местные, так называемые, легендарные уже штурмы, то есть, с одной стороны, они вынуждены идти маленькими, дробными группами, там от 5, 10, 12 человек, а иногда и 2, и 3 человека, просто чтобы просочиться, потому что, ну, ты устаёшь это всё убивать, а с другой стороны, сзади стоят заградотряды, концепция не поменялась со времён Второй мировой войны, и, конечно, мы видим вот это стагнация, вот эта депрессия приводит к определённым там гниениям внутри, но я бы, опять же, не делал ставку на то, что это может привести к какому-то там обвалу по линии фронта, к обвалу может привести только существенное наращивание количества уничтоженной живой силы и техники, да, то есть, когда паника будет ещё присутствовать в этом, вот мало того, что они друг друга там, друг на другом издеваются, там абсолютно внятно это очевидно, вы знаете, я бы здесь даже больше сказал, Россия, в принципе, построена, мне нравится вот это определение, оно, безусловно, мэмное, 50, мы живём в большой зоне, это русские сами о себе говорят, из нас 50% сидят, 50% являются вертухаями, потом меняемся местами, да, это концепция русского мира ещё раз, то есть, они привыкли к этому зонному типу социальных отношений, то есть, они так живут, да, давайте я сразу выведу, что потом никто не сказал, есть там процентом, 5, 6, 7, 8% людей, которые действительно являются элементом современной цивилизации, понимают, что такое человечество в 21 веке и так далее, но их очень мало, и они не влияют на те процессы, которые являются доминантными в России, вот в России армия является олицетворением того внутреннего, внутренней структуры социальной, которая, в принципе, можно назвать словом России, да, то есть, взаимное ненависть, взаимное несоблюдение тех или иных прав, взаимное несоблюдение личных свобод, взаимное желание друг друга унизить, оскорбить, ударить и так далее и тому подобное. Мы это все видим, мы это все отслеживаем, действительно, это все нарастает, гниение нарастает, потому что, еще раз, война-то длинная, затяжная, и, соответственно, все эти признаки очень и очень обнадеживающие, но при одном условии, при резком наращивании количества военной техники у Украины, которая позволит резко нарастить количество уничтоженной военной техники и живой силы в России. Просят вас прокомментировать Совбез ООН, а вчера, как мы понимаем, Россия осталась в одиночестве, а Небензия даже покинул, если не ошибаюсь, как раз заседание? Я не вижу здесь информационной ценности, потому что решение Совета Безопасности не влияет на те процессы, которые сегодня проходят не только в рамках войны, но, в принципе, на то, что происходит в мире как таковом. То есть Совет Безопасности утратил свои мандатные функции, он их, в принципе, наверное, не собирался реализовать, и на сегодняшний день никакой ценности в этом нет. Решения, любые резолюции, мы видим, кстати, по резолюциям, которые принимались в отношении Северной Кореи, жёсткие резолюции, которые ограничивали возможность Северной Кореи вообще-то иметь с кем-то материально-техническое военное сотрудничество. Так вот, председательствующий в этот момент Россия в Совете Безопасности как раз ООН, полностью обнулив, добровольно, обнулив или инициативно обнулив эти резолюции, спокойно заключила стратегическое партнёрство для получения дополнительных ракет и снарядов и, соответственно, продолжила председательствовать. Поэтому, честно говоря, я думаю, нам с вами надо меньше обращать Это отдельный вопрос, который требует следующего решения. Проигрыш России в войне безусловно приведёт к переосмысливанию, что такое международные институты, которые не в состоянии, я не только, кстати, о Совбезе ООН говорю, я говорю о многих других организациях, часть из них коррумпированы, безусловно, то есть Россия там активно использовала финансовый теневой ресурс для того, чтобы, во-первых, занимать управленческие должности, масштабировать эти управленческие должности, масштабировать количество людей своих, которые там будут работать. Ну и, кроме того, несостоятельность этих институций настолько очевидна, что они требуют переформатирования. Ну или надо просто сказать, у нас нету, у нас просто есть площадки, на которых определённые люди резко улучшают качество своей личной жизни, их абсолютно не волнуют, там, страдания, войны и всё остальное. Кстати, Сергей Шойго, бывший министр обороны России, ныне секретарь Совбеза Российской Федерации, он дал первое интервью после перемещения, то есть было смещение, потом перемещение его с должности, и там он, в частности, говорил о том, что пытались договориться с Украиной о том, чтобы не бить по энергетическим объектам, якобы Путин согласился, но, это я цитирую по памяти Лаврова, Украина нарушила это обещание. Вы успели ознакомиться с этим интервью? И вообще, насколько оно, скажем так, важно, очень любил его, беспречного вора, да, мне он очень симпатичен, потому что настолько малообразованный человек долгое время позволял выстраивать идеальные воровские схемы в Министерстве обороны, это неплохо, давайте объективно на это смотреть. Человек подуспокоился, очевидно, потому что там 12 генералов было задержано, которые составляли его ближайшее окружение, все из них идут по тем или иным коррупционным делам, даже в России, несмотря на то, что сущность Российской Федерации это коррупция, 12 там генералов, высшие генералы, я не беру там еще контрагенты задержанные и так далее, человек подуспокоился, понял, что его пока не будут точно задерживать и решил выйти опять со своими такими фундаментальными мыслями. Но знаете, что он сделал? На мой взгляд, это уникальный персонаж, он абсолютно точно признал полную ответственность за совершение абсолютно геноцидных преступлений. Знаете, что он говорит? Мы преднамеренно наносили удары по энергетической инфраструктуре, теперь внимательно, по атомной инфраструктуре, это феноменально, и по гражданским и торговым судам Украины в акватории Чёрного моря. То есть человек говорит, я совершал преступление. Вот он сидит надувшийся, но я же говорю, что интеллектуальный уровень этого человека не позволяет ему даже осознать, что он в прямом эфире, ну и там, вернее, в прямом эфире в России, это, конечно, звучит очень странно, он в прямом эфире говорит о том, ну условно в прямом эфире и говорит о том, что совершал преступление. И говорит, нам предложили этого не делать, мы согласились, если Украина, по сути, сдастся. Она не сдалась, она продолжает вести оборонительную войну в рамках международного права, но он не говорит, конечно, это, потому что для него это тяжело произнести, он не сумеет слово «международное право» произнести, ну физически не сможет. И, соответственно, мы поэтому продолжили наносить геноцидные удары по инфраструктуре, в том числе атомной. Ну вот человек прямо сидит. Теперь дальше, вот мы на основании этого должны были бы услышать соответствующие внятные, чёткие, вот мы только что говорили о резолюциях ООН, Совета Безопасности, внятные, чёткие заявления от соответствующих международных модераторов, которые отслеживают, например, атомный рынок, насколько страны корректно себя ведут по отношению к этому, и дать оценку вот этим заявлениям Шойду. Но, на мой взгляд, это не имеет никакого значения, никакой договорённости с Россией быть не может, никто с ней не будет договариваться. Российская Федерация продолжает, всё время продолжала бить по территории Украины, включая критическую инфраструктуру, то есть она совершала умышленные действия, направленные на геноцид гражданского населения. Просто я понимаю, мы с этого начинали, вот эти все мысли об эскалации, о Третьей мировой войне не дают называть вещи своими именами. То есть Российская Федерация ведёт обязательно с геноцидным компонентом войну, то есть она умышленно бьёт по критике, умышленно бьёт по энергоинфраструктуре, по атомной инфраструктуре, по подстанциям, которые позволяют держать энергосистему в едином режиме и, соответственно, делает это абсолютно умышленно и будет продолжать это делать. Ещё раз, все договорённости с Россией — это фикция. Возвращаемся к свадьбе Малафеева, да, это лицемерие. Всё, что вы с ними обсуждаете, говорите, подписываете, это лицемерие с их стороны. Они в любом случае всегда обмануты, всегда будут продолжать делать то, что делают, как только почувствуют вашу слабину. Ну, то есть, где-то почувствовали, что вы готовы пойти им навстречу, всё, давайте будем дальше их дожимать. У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Вы с ними обсуждаете, говорите, подписываете. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте, вопрос с Михаилу. Да, а можете выключить звук или отойти от экрана, потому что там небольшая задержка, чтобы просто вас не сбивало. Да, это у меня тут телевизор. Телевизор так громко работает. Ой, Михаил, здравствуйте, это из Буретии. Мне хотелось бы узнать вот такой вопрос. Говорят, что после того, как Украина вышла в Курскую область, там начались какие-то закулисные переговоры, они интенсифицировались и с разными башнями Кремля, насколько я поняла, я думаю, что Путин, как бы он уже перестал играть какую-то главную роль, мне так кажется. Есть разные, там Чемизовская группа, там чья-то там Патрушевская и прочее, прочее. Какие-то идут переговоры или нет по поводу какого-то мирного процесса? Это первый вопрос. И второй вопрос. Макрон в своё время обещал миражи, и где не эти миражи? Да, спасибо. Конспирологии нет никаких переговоров и быть их не может по определению. Россия всё ещё считает, и окружение достаточно монолитное, вся эта конспирология насчёт башен, там есть одни центры, Газпромовские, Роснефтевские центры. Это всё было придумано для того, чтобы хотя бы какой-то Кремлеведень или Кремлелогия было, для того, чтобы можно было порассуждать о чём-то. На самом деле нет, они все спаяны одной цепью. Был такой певец, он тоже немножко в итоге изменился, ну я имею в виду мировоззрение русского мира, оно пожирает изнутри многих. Вот они скованы одной цепью, безусловно, и в рамках этой цепи они все заинтересованы в одном главном принципе, это не проиграть войну. Ещё раз подчеркиваем, что любой непроигрыш в мире, любой стол переговоров сегодня, независимо даже от условий, которые будут лежать на столе переговорном, Российская Федерация не будет отвечать юридически за войну, за саму факт агрессии, и соответственно они все уйдут от ответственности, от юридической, финансовой, моральной, неважно какой, и так далее. Кроме того, слово мирное, вот всегда, когда мы слышим мирное, да, там переговоры мирные, мирное урегулирование, мирные инициативы, я хочу задать всегда встречный вопрос, очень простой, он даже, мне кажется, для людей, которые только начинают в школу приходить, в первый класс, садиться за стол, ты спрашиваешь, смотрите, вы хотите о мире поговорить, все же очень просто, вывели войска с чужой территории, вот вас начало переговорного процесса, это действительно мирный переговорный процесс, пока страна, агрессор, находится на территории другой суверенного государства, слово мирное нужно запретить к употреблению, потому что это фиктивное слово, это будет вот любой переговорный процесс сегодня, если Россия остается на территории Украины, будет означать заморозку конфликта, то есть перенос фундаментальных решений, кто выживет, а кто умрет, на следующий этап войны, через год, через три, через пять, это важно понимать, и соответственно никаких кулуарных переговоров в связи с операцией в Курской области нет, Курская операция решала несколько задач, военные, мы о них там не говорим, потому что, ну это скорее военные должны говорить, и политических, с политических точек зрения, операция в Курской области показала первое, отсутствие красной дыни, о чем я уже сказал, о возможности переноса войны на территорию России, и необходимости западным элитам окончательно избавиться от иллюзий, от страха иллюзорного, что с Россией только можно договориться, нет, Россия только может проиграть, тогда у нас у всех появляются хорошие шансы, и теперь, что касается миражей, вы знаете, здесь не вопрос заявления, не заявления, здесь вопрос инфраструктуры и возможности подготовить пилотов, обеспечить соответствующую инфраструктуру, если сделана ставка условно говоря на Ф-16 и страны готовы их передавать, да, в определенном количестве, потому что нам их нужно много, то нужно идти по этой логистике, потому что все-таки какая-то унификация должна быть и в рамках использования тех или иных военных инструментов, я имею в виду высокотехнологических, потому что одно дело это там артиллерия, чуть проще там бронетехника, чуть проще, другое дело настолько высокосложная техника, как авиационные компоненты, вот здесь идем по пути и Ф-16, хотелось бы, чтобы все-таки Ф-16 было намного больше, чем есть сегодня, ну по понятным причинам, потому что Россия использует практически всю тактическую авиацию, которую она там набрала на линии фронта. Но появлялись сообщения о том, что база с северокарейскими ракетами была уничтожена в России, вот вы можете это подтвердить или опровергнуть? Только военные, только наша разведка, только главное управление разведки подтверждает уничтожение, если считает нужным, уничтожение тех или иных целей, но это приоритетные цели, безусловно, цели складские, цели логистические, цели, где находится большое количество дронов, ракет, снарядов, это все приоритетность. А, ну и кроме того, не забываем, все, что касается нефтянки российской, ну безусловно, потому что это один из ключевых ресурсов для ведения боевых действий, плюс радиолокационки, плюс системы пусковые, противоракетные, все это является абсолютными законными в рамках международного права целями, которые должны уничтожаться, потому что это приводит к ускорению, главного фактора, мне кажется, в этой войне ресурсная истощаемость России. Спрашивают, смотрели ли вы дебаты Харриса и Трампа? Да, смотрел. Какие выводы? Мне понравились, это очень структурные. Давайте я безотносительно к позициям республиканцев и демократов, здесь могут быть разные оценки, я скажу с точки зрения организационного процесса. Мне они весьма понравились, симпатичные дебаты, то есть они хорошо организованы, видно, что стороны проделали огромную работу подготовительную, видно, что эмоции во многом были под контролем у кандидатов и у госпожи Харриса, и у господина Трампа, видно, что позиции более-менее структурные, да, мы с вами не услышали таких чётких, внятных по некоторым вопросам, особенно по войне в Украине, предложений, но это и невозможно было, потому что всё-таки это очень жёсткая избирательная кампания, и там стороны придерживаются определённой риторики, опять же, электорами риторики, но тем не менее, я хочу сказать, что это производит впечатление, производит впечатление тем, что команды действительно понимают, зачем они идут на выборы, я имею в виду команды, включая кандидатов, зачем они идут на выборы, какие программы они будут реализовывать, у Трампа ставка и обсуждение иммиграционных проблем, безработицы, налоговых проблем, ну и так далее, у Харрис внешняя политика в хорошем объёме присутствует, и так далее, мне это очень нравится, то есть это были действительно стоящие дебаты, которые чётко показывают, что и демократическая республиканская партия действительно фундаментальные институты, которые понимают ту меру ответственности, которую они будут дальше нести, ну имеется в виду, в зависимости от того, чей кандидат победит на выборы. Много вопросов приходит про Крым, в том числе спрашивают ваше мнение о тех артистах российских, которые выступали в Крыму после 2014 года. Какое отношение, если, допустим, человек после этого занял проукраинскую позицию, антивоенную позицию, как это учитывается в отношении к нему? Сложный вопрос. Я считаю, что всё, что касается поведения после 2014 года, оно подлежит в любом случае осуждению, потому что так или иначе это косвенная прямая поддержка аннексии как таковой, то есть захвата чужой недвижимости, чужой территории. Не забываем, что Крым является исключительно суверенной территорией Украины. Там нет никакого двойного трактования. И ты просто даёшь концерт на ворованной территории, то есть в ворованной квартире, в ворованном доме, на ворованном стадионе. То есть вот так нужно спринять. Ну и понятно, что ты так или иначе репутационно выглядишь как человек, который должен осознавать последствия своего действия, участие в ворованном мероприятии. Другой вопрос, и вы абсолютно правы, если человек занял после полномасштабного вторжения позицию абсолютно чётко проукраинскую, надо уже тогда оценивать дальше, какие были выводы, какие выводы он сделал, какую позицию он дальше действительно занимает, поддерживает и так далее. И нужно каждого оценивать по его сегодняшней позиции. Но опять же, ещё раз, для меня это аморально. Вот всё, что касается 2014 года и тех или иных событий внутрь Крыма. Понятно, что я там никогда не был, но имеется в виду после 2014 года и это невозможно представить. Но, соответственно, для меня это очевидно. Ворованная территория. Я не могу запятнать своё имя присутствием на ворованной территории, потому что и вечеринки там, и концерты — это всё ворованное. Это всё отмародёренное. И люди, которые там пришли на твой концерт, которые живут там, это мародёры. Я их называю гражданскими оккупантами. Не забываю. Смотрите, есть военная оккупация, но есть и гражданская оккупация. Мы когда говорим о Крыме или, например, о тех территориях, которые Россия оккупировала, и просто мы забываем о том, что это всегда была практика Российской империи как таковой. Они когда приходят, и, кстати, это касается и стран Балтии, вы же помните, ну это же происходило, и закон о реституции никто не отменил. То есть, грубо говоря, они же заходили, депортировали фундаментально, депортировали большое количество граждан, которые жили на территории, например, стран Балтии, и захватывали, потом и граждане захватывали чужое имущество, поселялись там и считали его своим. Точно так же это происходит в Крыму. И, соответственно, когда такой человек приходит на концерт, он является вором, понимаете? То есть ты даёшь концерт для воров, для гражданских воров, для тех, кто по определению является гражданским оккупантом. Он захватил чужое имущество. Ну как вы можете нормально относиться к людям, которые не понимают таких прописных истин? Ещё раз, это всё школьные предметы. Мне кажется, что это нужно чётко объяснять детям. Если ты украл, ты украл. Если ты пришёл жить в чужое, это ты пришёл жить в чужое, это тоже украл. Если ты пришёл перед ним выступить, это значит, ты выступаешь перед вором, значит, ты тоже разделяешь философию вора. Это как в песне у Бутусова «Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк». Вы как раз упоминали другую его песню, с кого на одной цепи. Да. Вы знаете, многие, к сожалению, знаете, это тоже ещё одно обрушение русского классического мифа. Это русский рок-н-ролл, протестный рок-н-ролл. Да, там единицы остались, как, например, тот же Юрий Шевчук, который чётко, конкретно, правильную позицию занимает. А такие, как Бутусов, вы знаете, какую позицию он занимает. То есть, он, мягко говоря, одобряет геноцидные практики, которые применяет сегодня Россия по отношению к Украине. У вас произошло какое-то вот не то чтобы разочарование, но такое сожаление по этому поводу. Потому что сейчас переходим в такой разговор даже в каком-то смысле лично. Для меня было важно, чтобы Шевчук был на этой стороне. Он просто важен для меня как музыкант и в таком мировоззренческом смысле. И я, в принципе, не сомневался, что так и будет. И он, в общем, оправдал мои личные ожидания. И Гребенщиков, Алла Пугачёва, и Лайма, и многие другие, вот именно топовые, да, музыканты. Не обязательно российские, да, Лайма не имеет отношения к России, потому что она очень популярна в России. Но вот они заняли эту позицию. Мне кажется, вот первый ряд, он всё-таки на этой стороне. А вот там Галанин, ещё что-то. Протест, сущность рок-н-ролла. Я просто вырос на хард-металле, на тяжёлом роке, на рок-н-ролле. И, соответственно, для меня, конечно, это болезненный вопрос. То есть, если ты протестуешь, то ты протестуешь, ты понимаешь, где добро, где зло. Ты можешь вести себя как панк, можешь вести себя как рокер, но ты всё равно понимаешь. Знаете, для меня Бутусов — это старик козлодой, если вы уже упомнили Гребенщикова. Это классический, который сползает медленно по крыше в забвении, как многие из тех. Ну, в принципе, вся российская попса, она примитивна была достаточно долго. Там много таких персонажей, которым всё равно, где, за что. Главное, чтобы пряник был побольше тульского, и, соответственно, они тогда будут себя чувствовать комфортно. Но, в принципе, они все сползают в такое омерзительное болото, или, вернее, уже сползли, включая, к сожалению, субъекта Бутусова. Но там же был другой автор, там же был Илья Кормильцев. Илья Кормильцев. Конечно, там же не сам Бутусов, поэтому мировоззрение в песне Наутилуса — это мировоззрение Кормильцева, к сожалению, погибшего от рака, а не Бутусова. Бутусов — это исполнитель, и, как многие исполнители, оказалось, что он даже близко не понимал содержания того, о чём он поёт. В отличие от того же господина Ширчука или господина Гребенщукова. Ну, кстати, с Бутусовым, мне кажется, история чуть сложнее, потому что, с одной стороны, да, значительную часть песен написал Кормильцев, но «Шар цвета хаки», один из самых важных антивоенных таких гимнов конца 80-х, написал сам Бутусов. И вот для меня вот это как раз такая некая история очень странная, когда, например, ну, я вырос, в том числе, и на этой песне, и когда ты понимаешь, что «Шар цвета хаки» поёт Бутусов, который поддерживает войну, вот это, вот это некое разрушение шаблона. Мы часто, к сожалению, допускаем фундаментальную ошибку, переносим лирических героев на реальных людей, да, то есть далеко не всегда, а знаете, это очень часто бывает, когда ты, например, считаешь, что человек, ну, простой, примитивный, неценностный, а он оказывается очень сильный, да, внутри, то есть и берёт на себя большую толику ответственности. И в то же время, когда у тебя есть какое-то идеализированное представление о человеке, который, ну, очень крутую песню или крутой роман написал, да, там, и так далее, а потом оказывается, что он просто гнилой по сути своей, не нужно идеализироваться, нужно, нужно, и второе, не нужно судить людей, перенося своё восприятие мира на них. Это очень важное правило. Я спокойно отношусь к выбору каждого человека, я просто считаю, что есть люди омерзительные, и, к сожалению, подавляющее большинство сегодняшних субъектов культурного процесса в России, они омерзительные по сути своей, то есть у них не было ценностных стержней, как таковых, и все их протесты, это были фиктивные протесты, и все их там установки жизненные были фиктивными, и как только необходимо было показать свою реальную сущность, это то, что Россия в течение 30 лет, к сожалению, маскировала, и то, что не заметили мы, вы, ну, наши западные партнёры, помните, да, 91-й год, распад СССР, и вместо того, чтобы выдвинуть абсолютно внятные юридические претензии не только к войне в Афганистане десятилетней, да, а ко многим инцидентам, которых Россия принимала, ну, и Советский Союз принимали непосредственное участие, и, соответственно, осудить концепцию коммунизма, который требовал, да, жертв и жертвоприношения как такового, неважно внутреннего или внешнего, все сделали вид, что вот очень классная перспективная страна, с которой можно, а что в ней перспективного, нефть и газ же можно у неё будет брать, очень круто, плюс они же такие классные фильмы делают, они такой балет красивый делают, да, у них же были Нуреев, Барышников, да, и так далее, те, которые сбежали, кстати. Барышников, кстати, рижанин, он родился в Риге, уехал в Америку, и, в общем, война... Да-да-да, но я не буду в Советском Союзе, да. Ну, понятно, да. То есть, понимаете, вот эта, скажем так, влюблённость в распавшийся Советский Союз, вот одна из причин сегодняшней войны и появления такого, ну, достаточно примитивного по историческим меркам персонажа, как Путин. Ну, то есть, на полном серьёзе писать «Who is Mr. Putin?», да, ну, то есть, как бы, вы видите, кто это, посмотрите его биографию, посмотрите, кто он, посмотрите текст Марины Селье, да, которая вместе с ним работала в Питере, прочитайте, посмотрите, изучите, и после этого не задавайте вопросы, куда он приведёт эту Россию, не обольщайтесь тем, что он говорит какие-то слова о рынке как такового. Ну, это же настолько всё очевидно. И тут я вернусь к тому, с чего мы начинали. Поэтому ждать от людей, что они будут соответствовать тем образом, которыми вы их наделили, слушая или читая их произведения, ну, не совсем оправданно. И, на мой взгляд, Бутусов, ну, достаточно примитивен, он и оказался классическим русским субъектом. То есть, такой вот внутренней, абсолютно непонятно мне, низкой интеллектуальностью, которая перерастает в какой-то высокомерный шовинизм. А Масляков? Вот недавно, на днях буквально в России скончался Александр Масляков, ведущий создатель КВН. Ну, не создатель, там всё сложнее достаточно, если посмотреть, кто стоял у истоков. Но он появился и ассоциировался как раз с КВН. Вот эта фигура, она насколько, скажем так, значительная? И насколько он повлиял через КВН, возможно, на, скажем так, формирование какой-то психологии у значительной части людей, говорящих на русском языке? В последние годы, лет, наверное, 10-12 КВН не составлял какую-то существенную часть культурного продукта. То есть, он умер как явление. Появились другие форматы в индустрии юмора. Ну, то есть, совершенно там стендапы появились, разные сольные выступления, очень качественные группы. Появилась это, скорее, уже такая попытка быть похожим на то, что мы видим на Западе, ну, в индустрии юмора. Я думаю, что оно будет дальше переформатироваться. Поэтому КВН в последние годы и Масляков лично играли роль, скорее, из толпов пропагандистского толка, идеологического толка. Опять же, крайне негативного. То есть, они негативизировали то, что происходило в России. То есть, Россия последние лет, наверное, 10-12 максимально быстрыми темпами шла вот к этому тому угрюмому образу, такому классическому, да. То есть, даже не поверите в это. Это тот образ России, то есть, вернее, Советского Союза, который мы видели в голливудской клюкве, да. Такой абсурдистский образ. Вот сегодняшняя Россия напоминает мне такой клюквенный образ Советского Союза, который был в голливудском кино в 60-х, 70-х. Но они-то это просто так делали, да, ну, с точки зрения, там, абсурдизации каких-то элементов. Так вот, Россия полностью построила вот эту абсурдную клюкву у себя сейчас. И КВН, к сожалению, в данном случае Мастыков в последние годы занимали максимально активную, проводили активную деятельность в этом направлении. То есть, они позволяли построить вот эту угрюмую страну с ненавистью ко всем более успешным или другим по тем или иным признакам стран. И поэтому я отрицательно отношусь ко всему, что в последние годы делал он. И, соответственно, как… Ну, я, честно говоря, даже не то, что отрицательно, равнодушно. И просто это не имеет никакого значения. Я и не имела никакого уже значения. То есть Россия в любом случае пришла в то место, куда должна была прийти, исходя из наличия вот таких субъектов, как Путин, Масляков и всех остальных. Это, смотрите, неизбежность пути. Когда у вас настолько примитивные люди во главе всего или двигают те или иные процессы, вы в любом случае придёте вот к этой точке, в которой сегодня Россия находится. Точка максимально отвратительного типа государства, как такового. То есть оно в таком виде всегда будет создавать… Даже не то, что создавать проблемы, это всегда будет такой запах гниения исходить от этой страны. Она всегда будет гнить, потому что внутренняя сущность России это гниение, к сожалению, для неё. И поэтому, я же говорю, единственный способ, и почему Россия подсознательно хочет проиграть эту войну, я об этом всегда говорю, потому что иначе они изнутри сгниют. То есть их не будет исторически. В принципе, неплохой сценарий, но, к сожалению, по дороге вот это гниение своими запахами убивает здоровых людей, здоровые страны и так далее. И, соответственно, если они проигрывают войну, то у них появляется шанс на трансформацию политическую. То есть опять, на какое-то время, помним с вами, если вы росли на песнях того же «Наутилуса», то вы помните «Перестройку», помните «Гласность», помните «86». Первая пластинка у меня появилась на «Наутилусе» как раз. Пластинка «Милу». В 88-м, кажется. Да, вы помните всё, к чему тогда, как это всё выглядело, вот в 90-е годы, начало 90-х, вот этот глоток свободы, в том числе «Свободы слова», помните «Коротеческий», ну, вернее, «Огонёк Коротеча», «Новое время», опять же, первые публикации того же «ГУЛАГа», «Архипелага» в «Новое время», в 89-м или 88-м году. Вот это всё Россия должна ещё раз пережить и попробовать всё-таки, во-первых, часть территорий, которые не являются федеральными по определённому смыслу этого слова, будут где-то в свободном плавании, часть территории сохранится, они переподпишут новые федеральные договоры, я не знаю, зачем им это всё нужно, но тем не менее. И будет другая политическая система. Тогда у них появляется какой-то шанс. Если они сохраняются в таком виде, как сейчас, их разорвёт гной изнутри. Вот ещё в завершении нашего включения тут тоже зрители спрашивают, а если разрешение на использование Атакамс и других дальнобойных систем будет получено, как быстро ситуация может кардинально измениться на фронте? Можно ли сделать такой прогноз? Не готов с военной точки зрения говорить, потому что не считая нужным, всё-таки должно быть определённая сюрпризность во всём, что будет происходить дальше по линии фронта. Готов говорить о другом, для того, чтобы люди понимали. Смотрите, из-за того, что большой объём и высокая интенсивность боевых действий, гигантское количество задействованных ресурсов, стоящее, на линии фронта находится, гигантская логистика, гигантское количество складов, авиационных баз и так далее. То есть за один день изменить не получится. Это потребует какого-то времени. Главное, чтобы вот это было разрешено и чтобы постепенно нарастала интенсивность. Мы с вами видим, вчера Министерство обороны Российской Федерации радостно заявило, что оно сбило 144 дрона. Вот нужно умножить на 10 количество и системность ударов по территории России. Я, правда, все время поражаюсь. Они сбили 144, но при этом какие-то везде разрушения у них. То есть как бы им бы надо было определиться. Либо они все сбивают и тогда непонятно откуда разрушение. То есть, наверное, от действия российских противоракетных систем. Либо они ничего не сбивают. Тогда нужно сказать, что мы даже не можем закрыть небо на территории России, хотя мы долгое время всех убеждали в том, что равных нам в этом нет. Вот все, что касается России, это всегда вранье. Ну что, спасибо вам. Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, был с нами на прямой связи. Благодарим вас и до следующего раза. Всего доброго. Да, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok